У нас еще есть свобода выбора. Оказывается, я могу научиться жить, не применяя насилия в этом мире. Представляете, какая наука? Это возможно вообще? Жить, не применяя насилия? Это возможно? Да я же ем, подождите. Ну хорошо, я могу есть растения, я могу стать вегетарианцем, но это тоже насилие, это тоже живое существо. Я иду по дороге, наступают там микроорганизмы, там насекомые, я рублю деревья, ну как? Ну невозможно же. Когда я еще был, мне было лет 10-11, я увидел как впервые, ну забили свинью. Ну, резали ее. Я впервые это увидел, у меня был шок. У меня был такой шок, я пришел к матери и сказал, мама, а почему? Почему убивают животное? Зачем? Она сказала, ну как? Ну мы же должны как-то жить? Это пища? Ну, это необходимо? Дима. Но он-то я понимал, ну как-то странно все это. Жутко все это. У меня был его детский еще возраст такой, знаете, нежный. Я был потрясен. При этом я увидел, что некоторым это нравится зрелище. Восхищаются. По-разному это все вписывают. Эти формы насилия. Для кого-то это как развлечение, значит, быть мужчиной, это уметь убивать. Хорошо, давай, бери нож. Ну-ка, давай, ты сможешь? Будешь мужчиной? Для кого-то это так выглядит, для кого-то это трагедия жизни просто. Как можно так жить? Это вопрос развитости сознания. Как мы оцениваем ту жизнь, в которой мы находимся? Вот человек рубит голову курицы. Она без головы бегает, он смеется, как весело. А рядом его сын пятилетний плачет, когда это видит. Одна и та же картина. И по-разному ощущается. Кто-то плачет, а кто-то смеется здесь. Надо одним и тем же. Разные чакры, по-разному люди видят события. Итак, как же жить без насилия? Это искусство жизни великое. Но оно требует времени, выделенное на общение. В городе у нас нет возможности общаться с животными. Ну, может быть, только домашние собаки и все. В деревнях люди общались с коровами, с лошадьми, с собаками, с кошками, там, не знаю, с дикими зверьми в лесах. Они знали их повадки, характер. Они умели разговаривать с тиграми. Мы Дирсул Зала читали к нему. Я читал. Я живу на Дальнем Востоке. Он разговаривал с тигром, потому что закон тайги запрещал охотникам убивать тигра. Говорит, если кто-то убьет тигра, он погибет осильственной смертью. Так и случилось с ним, с Дирсул. Он все-таки убил тигра. И сильно был расстроен. И сказала Арсению об этом, что теперь мне нужно ждать беды. Он был убит, застрелен тоже. Он с ним разговаривал, чтобы тигру шел, тигру ходил. То есть как-то они могли общаться, живя вот в таких вот вещах. Без насилия. То есть они понимали, что насилие тоже не везде применимо. Где-то нужно найти какой-то язык. И часто мы сейчас сталкиваемся с такими проблемами, что мы не знаем, ну какой язык еще найти, чтобы вот прекратить насилие. Не получается. не слышат друг друга люди. Когда-то в Йеседева древний-древний мудрец, который написал все веды, пришел на поле битвы к Рукшетре, когда все воины мира собрались сражаться, братубийственная война, убивать друг друга. Это описывается в Махабхарате, все это вот политик, это событие, как это происходило. Цепная реакция, да, как это все происходит. А в Йеседеве он миротворец, он духовный человек, он пришел, сказал, мы же все братья, это одна семья, вспомните. Но он возвал, возвал из всего сердца, давайте, простимся, будем жить в мире. Никто не услышал, не та сторона, не другая сторона. Люди были в гневе, животные, боевые, чувствовали этот гнев людей, там, лошади рыли, копытами слоны, уже кричали, уже готовы бросить друг на друга, от человека передавалась, эта агрессия. Все, поле уже гудело, раковину трубили, все выдержали, здорово, уже ждали последнего слова и команды. Поэтому я с этого никто не услышал. А там были великие души. Пхишма, Дрона, Карна, Крипа. Там были великие люди, родоначальники, опора цивилизации. Это были не какие-то обычные люди. Великие души все были там, тоже собрались. А зову судьбы пришли все и в разных сторонах должны были участвовать в битве. Даже если не хотели, даже если любили кого-то, приходилось сражаться с законами, дхармой. Долго. И, я святого предвидя, что чем это все закончится, опустошение будет, он очень расстроенный уходил оттуда. В подавленном состоянии. Но вот какая могучная судьба. Даже великое личность, такое как Пхишма, не избегает, видите, таких вещей. Не может избежать. Ведь он погибнет там. И тут паучок дорогу перебегает. Очень быстро он спешит, знаете, он там спотыкается даже. Так, спешит быстро перебезти эту дорогу. И, Йоседево, он мудрец. Он в сознании Турья. Хотя и расстроенный, он обращается к нему и говорит, куда ты так спешишь? Паучок ему отвечает, ты разве не знаешь? Ты же только что увидел. Сейчас начнется битва. И здесь придет колесница, боевая Арджуна. Тут живого места не останется. Тут погибнет столько живых существ. Я спасаю свою жизнь. Бегу своей семьей. И Йоседево рассмеялся. Сказал, да Боже мой, да никого ты не расстроит, если ты погибешь с твоей семьей. Там хиш, Мадрон, а ты вообще, Боже мой, о чем ты говоришь? Паучок остановился и сказал, ах, ты надменный мудрец. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть семья, есть чувства, есть потомство. И Йоседево вспомнил, что он прав. Сказал, прости, прости меня. Ты снова напомнил мне об истине. Нельзя совершить насилие бессмысленно, даже пауку. Это разум человека, который понимает законы эволюции. Природа – это эволюция. Все души эволюционируют. Нет паука для него, нет собаки, нет растений, есть душа, эволюционирующая из этих форм, другие формы более высокие. Он видит эволюцию духа. Но во время сражения мы забываем об этом. Другие задачи. Такие случаи тоже бывают. Неизбежно это происходит, как пожары в лесу. Карма накапливается. Если мы могли пойти в прошлое и найти главную причину, почему же все началось в нашем, так сказать, цивилизованном мире. Откуда началась эта вот вражда человеческая? Ее причина изначальная. Давайте посмотрим в ведах, что там написано. Это все. В чем же корень наших страданий, наших отношений? В мегаполисе или в деревне какая разница? Две вещи описываются там в корне. Давайте сейчас серьезно относимся к этому вещам. Это желание наслаждать себя и господствовать над другими. В каждом человеке заложена эта тенденция. Когда она развивается и организовывается, возникают крупномасштабные конфликты. Они перерастают в коммунизм, социализм, шовинизм, нацизм, фашизм, изм, 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 изм. И эти все измы конфликтуют друг с другом. А какое же мое главное определение, где нет конфликта? Между кем не бывает конфликта? Есть такое единственное определение в мире. Познать себя как слугу. Вот в этом вот мегаполисе каждому из нас. И между слугами не бывает конфликта. Конфликт только между господами. Я господин? Ну, у тебя тоже господин. А ты кто такой? Я тут господин? Да я тут господин. И конфликт. Но если мы пришли послужить, конфликта нет. Если мы в эту жизнь пришли послужить Богу, нет конфликта. Потому что одной цели мы служим, одна культура, одно направление. И даже если мы разные, это не конфликт, это лишь разнообразие. Но если мы господа каждый, то что получается? У вас не такое мнение, как у меня? Ну, значит, вы глупец. Вы необразованный человек. Вы недоразвитый просто. Если вы со мной не согласны. Потому что я же господин, мое мнение выше должно быть. А у вас другое мнение? Да кто вы такой? Я не знаю, как общаться с человеком, если у него другое мнение. У мужа одно мнение, уже на другое мнение, у детей третье мнение. И распад возникает. Поэтому главная заповедь не любовь в семье. Во всяком случае, в Коране я читал это. А забота. Служение. А вот через служение вы обретете чувства новые, негосподские. а настоящие. Потому что любовь бескорыстна. Если мы хотим просто свое вожделение удовлетворить, это одна культура. Это культура конфликта. Ты удовлетворяешь мое вожделение, я удовлетворю твое вожделение, и мы будем вместе. Пока мы удовлетворяем друг друга чувства. Как только ты мне надоешь, и мои чувства больше не удовлетворяешь, я откажусь от тебя. А я от тебя. Вот и распад. И в мегаполисе у нас нет времени просто, чтобы терпеливо развиваться и развивать друг друга, помогать. Мы хотим быстро счастья. Но, простите, счастье – это вершина цивилизации. А ступени-то где? Мы хотим сразу шагнуть наверх, сразу к счастью? Нет, первая ступень – это пища. Нужно сначала осмыслить свою пищу. Вторая ступень – нужно обрести здоровье, физическое и умственное. Быть радостным научиться в жизни. Третья ступень – это чистые мысли воздушные. Это великая ступень. Когда мы не критикуем, не завидуем, ни одному же мыслю, плохо ни о ком не думаем, чистый ум развиваем. Четвертая ступень – это наши великие дела и поступки. И только на пятой ступени нас ждет счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok